Добрый день, уважаемые коллеги, глубоко уважаемый Президиум. У меня довольно сложная задача, с одной стороны, кратко изложить суть вопроса, а с другой стороны, осветить довольно интересные и узкие вопросы работы с пациентами, которые до недавнего времени вообще выпадали из поля зрения реабилитолога. О чем я сейчас хочу сказать? Ну, во-первых, опухоли центральной нервной системы, традиционно это не удел онкологов, это удел нейрохирургов, это первое. И у нас в этом смысле есть учреждение, которое я представляю, а это отделение медицинской реабилитации Николаевской больницы. Мы находимся в городе Петербург, который все прекрасно знают, это пригород Санкт-Петербурга, столица, скажем так, Петродворцового района. И наше отделение как раз работает по принципу мультидисциплиной бригады, и мы работаем с больными неврологического профиля, травматологии, ортопедии, соматика. И исторически получилось, что в течение двух уже лет у нас в городе существуют тарифы для оплаты больных с удаленными опухолями головного мозга. И эта историческая сложившаяся ситуация позволила нам окрепить опыт. Мы на сегодняшний день уже порядка 100 больных таких пролечили. Тем более, что на базе нашего отделения функционирует база клиническая университета имени Мечникова. Я являюсь доцентом кафедры физиотерапии и медицинской реабилитации, которую руководит Вера Васильевна Кирьянова. Я ее пользуюсь случаем приветствую. А также база НИИ Поленова, нейрохирургического института, в рамках которого функционирует отделение нейроонкологии. И вот больные прооперированы там, достаточно широко к нам переводятся, мы с ними работаем. И самое главное, что мы имеем возможность на сегодняшний день получать под достаточно хорошим тарифом оплату и систему ОМС по реабилитации этих пациентов. Но теперь не буду задерживаться, перехожу к сути. Значит, на актуальности не буду останавливаться. Единственное, два слова вот в чем. Конечно, таких больных гораздо меньше, чем больных с инсультом, но у таких пациентов самый высокий реабилитационный потенциал из тех, кого мы видели. Объясню, почему. Это, в принципе, очевидная вещь. Что такое инсульт? Это долго мозг хронически не получал кислород, а потом наступил момент, когда это снабжение кислородом стало совсем маленьким, и какой-то кусочек умер. Опухоль – это локальное образование, которое, если хорошо прооперировано и в идеальном случае радикально удалено, мы имеем дело с здоровым, в принципе, мозгом, с больными третьей клинической группы. И наш опыт показывает о том, что прирост по модифицированной шкале РНК на минимум 2 балла у таких пациентов. Они с тяжелейшими поражениями, двигательными, глотательными, когнитивными поступают к нам. А через месяц у нас даже два было случая, мы к труду выписали. То есть это уникальные вещи, действительно, наверное, которые требуют отдельного обсуждения. По поводу подходов к ранней реабилитации я хотел бы о чем сказать. Конечно, это все больные переводные. У нас в городе достаточно широко функционирует система переводов прямых вне попадания этих больных домой. Сразу из учреждения, где проводилась операция, они переводятся к нам. И в этом смысле хотел бы сказать, что иногда выделяют даже хирурги так называемый нулевой этап реабилитации. Это максимально щадящее самооперативное вмешательство. Более того, мы в ряде случаев больных, которые планируются к переводу к нам, мы смотрим в центре, где они будут оперироваться. Наши коллеги, мультисменная бригада работает в нескольких центрах одновременно, если можно так сказать. Ну вот, видите, здесь последний пациент, который включен в эту работу в февраль этого года, общее количество пациентов 64, уже сейчас почти 100 человек таких у нас. Возраст самый разный, но все-таки это больные более молодые по сравнению с пациентами, которые перенесли инсульт. Локализация. В основном тотальное удаление опухоли. Кстати, да, еще что хочу сказать. Конечно, работать с пациентами, у которых опухоли злокачественные, очень тяжело организационно. Все-таки мне кажется, вот с высоты вот этого опыта, который уже у нас сформировался, что работа с пациентами, которые требуют химиотерапии, лучевой терапии, все-таки должна быть приближена к центрам, к онкологическим центрам. Иначе это очень тяжело. То есть у нас больные уезжали на химиотерапию в песочный, потом возвращались. Это очень сложно с точки зрения вот этой маршрутизации, выставления тарифов, довольно тяжело. Поэтому самая благодарная ситуация здесь – это радикально удаленные доброкачественные опухоли. Ну вот здесь представлена гистологическая структура этих опухолей. Не буду останавливаться, тут все видно, что начиналось в НИИ Поленова на отделении нейроонкологии. Нулевой так называемый этап. Ну здесь видите, тоже все об этом уже сегодня говорилось. То есть реабилитация должна начинаться, наверное, еще до операции. Это самый правильный подход. Мы выступали преемниками этих процессов. Здесь тоже перечислено направление нашей работы. Здесь вот разные направления. Все в рамках мультидисциплинарной бригады. Все эти направления у нас есть. Вот здесь тоже это все перечислено. Не буду подробно останавливаться. Те же самые кардиотренажеры у таких пациентов, они крайне востребованы. Для тех, кто не может вертикальную нагрузку выдерживать, есть, например, и лежачий велосипед. Различные варианты роботизированных комплексов. Очень эффективна тренировка поддержания вертикального положения на стабилоплатформе. Себя зарекомендовала замечательно. По поводу физиотерапии. Ну, очень отрадно, что в этой аудитории уже который раз обсуждаются вопросы дачи пациентам с, например, уже практически извлеченным от онкологического заболевания различных вариантов физиотерапии. Тоже здесь они перечислены. Естественно, очень важно учитывать общие противопоказания места проведенной операции. И мы очень ждем, что все-таки в практическом здравоохранении мы очень-очень имеем большую потребность в клинических рекомендациях, где четко будет прописано. И потом врача-физиотерапевта, который назначил эту процедуру онкологическому больному, пусть даже с удаленной опухолью, чтобы он просто не пострадал потом в юридическом поле. Это очень важно. Мы сегодня не защищены. И в этом смысле я очень надеюсь, что сегодняшнее мероприятие подтолкнет к этому решению. Когнитивная реабилитация. Ну, опять же, огромная область. У нас вообще отдельный проект по когнитивной реабилитации сейчас в центре проистекает. У таких пациентов, конечно, это тоже большое поле для деятельности. И здесь вот то, что называют нейропсихологом, хотя не очень юридически это обоснованное название на сегодня. Медицинский клинический психолог, конечно, должен очень четко работать с такими больными, и не только с ними, а и с родственниками, потому что масса проблем у таких пациентов присутствует. Эрготерапия в полном объеме, естественно, для таких пациентов. Ну, и очень кратко по результатам. Вот я сейчас шкалы буду показывать. Вы везде увидите кратное улучшение. Это общемозговые симптомы, динамика по шкалам общей двигательной активности и функционирования. Мы попробовали по кластерам КФ поработать и посмотреть, что получается. Тоже здесь видно, вот смотрите, когнитивные функции. Доля легких нарушений значительно возросла к 30-му курсу, к 30-му дню нахождения у нас. То же самое касается бульбарного синдрома и псевдобульбарных нарушений. Не буду подробно останавливаться, в принципе, слайды сами за себя говорят. Глазодвигательные нарушения. Пациенты с целым комплексом гемианопсии, диплопии, все это тоже достаточно хорошо корректируется. Вот обратите внимание, практически двукратный прирост по шкале пятибалльной мышечной функции. И то же самое, спастический синдром достаточно хорошо корректируется у этих пациентов. Что касается координаторных нарушений, тоже очень хорошие результаты. Вот как раз с помощью достаточно дешевых технологий. Вот стабилоплатформа в простом варианте стоит 25 тысяч рублей. То есть у нас есть доктор, который просто купил и сам, например, используется. Хотя, такие комплексы, конечно, должны в оснащении отделения подобного. И в 17.05 этот вариант технологий присутствует. То же самое, видите, по речи. Замечательные варианты. У нас и нейропсихолог, и логопеды. Вильнее, наверное, так, как сейчас модно говорить, спич-терапевты или речевые терапевты. Все-таки это совсем другие люди. Те, которые в детском саду звуки ставят. Был у нас опыт такого человека, привели в отделение. Но человек просто прошелся и посмотрел, и ушел. Сказал, нет, это не наше. Это, на мой взгляд, вообще две разные специальности. Вот у нас главный логопед города Балашурия Николаевна, она прямо ведет учет этих афазиологов. Это огромное достижение. Еще лет пять назад, могу сказать, дефицит колоссальный был таких специалистов. Сейчас эта проблема у нас в городе относительно решена. Это достаточно для нас, как специалистов, практика очень отрадно. Ну, это вот некое резюме. Конечно, и мы оценивали динамик депрессии и качество жизни. Профили существенно улучшаются. То есть пациенты просто готовы уже социализироваться. Ну, и в заключение хотелось бы сказать, что пациенты, я уже говорил, имеют очень высокий реабилитационный потенциал. Независимо от локализации степени радикальности на образовании, ну, хотя, конечно, максимально у тех, у кого опухоли были удалены радикально. Наиболее целесообразно проводить, ну, как и в любой реабилитации, максимально рано. Ну, и оценка функций по МКФ, конечно, для нас она… Мы практически убедились, что она работает, она востребована. Да, она сегодня сложна, но какие-то упрощенные варианты, они в практическом звене очень полезны. На этом у меня все. Спасибо огромное за внимание.